Пока мама не дома, мы пытаемся с Алисой приготовить что-то типа оладушек. Тая учится у нас. Заметно, да? Вот телефон, зум, тетрадка. Выседим здесь Тая на уроке хотя бы два, хотя бы, потому что вообще не учится. Одна из главных достопримечательностей Тбилиси, это, конечно же, старый город. И вот так в Тбилиси повсюду. И этот район называется Матехи, сейчас вам его покажу. Это старый город, старый Тбилиси. Мы сейчас находимся в самом центре Тбилиси, и здесь серные бани. И мы в них пойдем завтра. Вот здесь замочки втюхивают туристам. 30 лари, один замочек. Купили Алису шубку. Это украинский кот, он ест борщ. Солнечное утро в Каджоре. В Каджоре это сосновые лисы. Эти дни шел дождь, воздух сейчас такой свежий, запах хвои. И мы гуляем в лесу. Дети любят играть на этой площадке. Буквально пару дней назад мы еще ходили в майках, шортах и купались в озере. А сейчас мы ходим в шубах, и так очень холодно. Да, в Каджоре пришел холод. Осень. Мы в доме малине, а папа пока я приеду, я, папа, не буду люк. Тащите малине. Все поняли. Мы идем за малиной в лес, а папа пока не приехал, говорит. Все, пошли малиной. Пошли за малиной. Волшебство осеннего леса. Мы можем долго бродить здесь по тропинкам. Алиса собирает шишки и тащит их домой. Идем, Алис. Идем. О, красавица, можно с вами познакомиться? Можно. О, как хорошо, мне повезло. Привет. Приехал Бадри, дети дома, а мы сейчас едем на рынок, чтобы купить что-то теплое. У нас ничего нет, а в любой момент может похолодать. И тут по вайберу мне приходит смс от Таи. Мама, я сварила на той плите нам с Лисой какао. Это все, мы сейчас будем вытирать. Но смотри, я молоко нагрела, и сейчас мы пьем какао. Я плиту, уберу и все вытру, смотри. Пока мама не дома, мы пытаемся с Лисой приготовить что-то типа оладушек. У нас получается вот такое вот тесто. Я попыталась порезать яблоки, но получилось как-то не очень. Алиса расстроилась, потому что случайно вывернула тесто. Но мы сделали новое, и вылилось не так много. Поэтому, надеюсь, что-то получится, да? Да. Прихожу я домой, а тут мои дети уже что-то готовят. Что это? Изначально это должны были быть яблоки в тесте, потом омлет, а теперь пюре учили подгоревшие. Пюре с яблоками? Ну, не знаю. Вообще, это опасно, то, что ты плиту включила без меня, ты знаешь? А меня научили, просто она немного подгорела. Это должны были быть отдельные пирожки, но они стали омлетом. Я попробую. После омлета стали пюрами. Хорошо, я обязательно попробую. Я не смогу омлет. Но больше без разрешения ничего не включать, пока меня дома нет. Сегодня у Таи первый урок по музыке за все время с начала войны. Молодец! А теперь сама повтори без меня. Так. Молодец, Тая. Умничка! Сколько времени прошло, а ты помнишь все. Соль. Вместе это все сыграет. Держи. Еще раз. Прекрасно. На этот аккорд в счет. Раз-два. Да? А потом у тебя в левой руке та же самая до-ми-бомой, а в правой у тебя секунда. Соль-я. До-ми-бомой. Наш день в Тбилиси начался с кафе. Все потому, что у Таи сейчас онлайн-урок, и она должна на него зайти. Вот мы будем ждать, будем обедать, а потом пойдем гулять по старому городу. Нет! Нету. Ждет шашлык. Нету какао. Какао ждешь? Да. И в прошлом году, и в этом году вы опять продолжаете делать туши. Спасибо. Так, сейчас порежу. Тая учится у нас. Заметно, да? Вот телефон, зум, тетрадка. Может, ты включишь камеру и перестанешь есть? Да. Я выводная. Выседим здесь тайные уроки хотя бы два. Хотя бы, потому что вообще не учится. И пойдем погуляем по центру города. Тайные любимые хинкали с сыром. Мам, я ледяю реку паял. Это 173 карши и 155. И саду 174 карши. Давай салатик немножко. Давай. Одна из главных достопримечательностей Тбилиси это, конечно же, старый город. И сейчас мы вам ее покажем. Улочки. Очень много кафешек здесь. Дойти в старый город удобнее всего пешком. От метро на площади свободы. Можно гулять часами по улочкам, смотреть на крыши домов, балкончики, заходить в кафешки. Особенно в хорошую погоду прекрасное место. И вот так в Тбилиси повсюду. Мы вышли к церкови Метехи. И этот район называется Метехи. Сейчас вам его покажу. Это старый город, старый Тбилиси. В старом городе много достопримечательностей. Мосты через Куру. Канатная дорога, церкви, серные бани, ботанический сад. На моем канале выйдет отдельный выпуск, где будет мой личный топ-10 лучших мест Тбилиси. Скоро будет. Район Метехи. Один из самых старинных районов Грузии, где тогда-либо жили люди. Он построен на скале, на берегу реки Куры. Метехи расположен на скале и был населен еще при Вахтанге Гаргасали, который основал здесь свой дворец. Название Метехи переводится с грузинского как «вокруг дворца». Именно вокруг дворца Вахтанга и был построен весь район, где долгое время располагались в том числе резиденции местных правителей. Мы сейчас находимся в самом центре Тбилиси, и здесь серные бани. И мы в них пойдем завтра. Серные бани – Абана Тубани. Парные с водами из сернистых термальных источников. В квартале Абана Тубани насчитывается свыше десятка парных. Наиболее популярными считается пестрая баня, царская, киевская бани. Цены разнятся и зависят напрямую от того, выберете ли вы отдельный зал. Они очень дорогие, от 50 лари в час и выше. Или общественный зал. Но они есть только в Арбелиановской и Мерзоевской бане. И в бане номер 5. И там идет стоимость 15 лари в час. Я ее бегу ищу, ее нигде нет. Она говорит, я тут, кричит. Сидит уже на чужом мотоцикле. Это просто кошмар, а не ребенок. Нельзя уходить никуда, понимаешь? Я не могу. Мы идем к водопадам. Продолжение следует... Старинные домики построены на такой огромной скале. Вот здесь замочки втюхивают туристам. 30 лари и один замочек. Поняла, Алиса? Зашли в торговый центр. Купили. Алисе шубку. Алисе, тепленькая шубка. Алисе, тепленькая шубка. Алисе, платье. Таи. Я в игрушке не хочу сегодня совсем идти с вами. Митинг против Путина и против войны. Как я уже говорила раньше в моих видео, Грузия очень сильно поддерживает Украину и за это о грузинам отдельное большое спасибо. Как всегда день пролетел и мы возвращаемся домой ближе к ночи, когда уже совсем темно, мы очень устали и это так, чтобы вернуться, лечь в кроватку и спать. Кот, который врывается в мой дом, он открывает ручку дверную и просто его нельзя выгнать отсюда. Ему покоя не дает моя ручка дверная, хочет зайти в дом, прыгает вот так вот туда-сюда, это просто какой-то кошмар. Смотри, сейчас опять. И вот так вот полночи, полночи оно тут. Это украинский кот, он ест борщ, просто хавает борщ с тарелки, которую Тая не доела. Это можно выдержать? Я еще такого не видела, если честно. Борщ, просто борщ, там даже мяса нет, мясо съела Тая. Тая, кот твой борщ ест. Что? Борщ ест. Ему нормально. С чесноком, между прочим. Скажи, ты мой борщ кот делала? Да, украинский борщ, ему вкусно. Ну ты его с собой забрать в Одессу. Так, а у нас дома в Одессе свой кот есть. Кот ест твой борщ, это можно выдержать, ты не ела, Даша. Кот трогает очень сильно. Все, это была пол тарелки борща, куча жидкости, там мяса не было вообще. Это нормально вообще, что кот так? И он не худой, реально, посмотри. Все, он добил всю тарелку, он доедает овощи, доедает буряк, доедает морковку.